МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульножаки. В начале выпуска коротко о главных событиях. По поручению президента страны в Семертау решат вопрос с нехваткой детских садов, поликлиник и с перебоями тепла. Аким Карагандинской области, Ирлан Кушанов и компания Артилор Митал Цемертау заключили меморандум. Массовое отравление произошло в Карагандинской области. В больницу Абая обратились 12 человек с жалобами на пищевое отравление после посещения донерной. Есть такая профессия – родину защищать. Около 200 карагандинских школьников из классов полицейской направленности приняли торжественную присягу. По поручению президента страны в Семертау решат вопросы с нехваткой детских садов, поликлиник и с перебоями тепла. Аким Карагандинской области, Ирлан Кушанов и генеральный директор Артилор Митал Цемертау Парамжит Калон заключили меморандум на строительство социально важных объектов. Подобный документ не подписывали последние 8 лет. Во время недавнего визита в Шахтерский регион глава государства обозначил ряд задач, которые направлены на улучшение жизни темертаусов. Нурсултан Азрабаев поручил построить новую поликлинику, детский сад и спортивно-оздоровительный комплекс. В рамках социальной ответственности все финансирование полностью берет на себя Арселор Митал Темертау. По каждому социальному объекту уже подготовлен проект. Все здания будут отвечать современным стандартам. Ирлан Кушанов отметил, что инвестор взял на себя обязательство не только строить, но и оснастить будущую поликлинику новейшим оборудованием. Лечебно-профилактическое учреждение будет рассчитано на 20 тысяч мест. Это закроет потребность в медучреждениях, отметил глава области. Детский сад на 320 мест позволит Темертау первым в области перейти на полноценное раннее дошкольное образование, о чем говорил в своем послании глава нашего государства. То есть, другими словами, детей будут принимать уже не с трех лет в детский сад, а с одного года. Кроме поликлиники и детского сада в городе появится еще и современный физкультурно-оздоровительный комплекс. Спортивное помещение рассчитано на 320 мест. Комплекс построят в шаговой доступности от жилого микрорайона, где проживает более 30 тысяч человек. Парамжит Калон заверил, что стройка социально важных объектов будет идти ударными темпами. Все озвученные объекты мы постараемся построить в обозначенный срок. Строительство будет исчисляться не годами, а месяцами. По окончании презентуем эти проекты господину президенту. Помимо строительства социальных объектов, в Тимиртау улучшится качество теплоснабжения. Глава государства потребовал модернизировать ТЭЦ-2, построив седьмой котел. На сегодня все вопросы решены. К разработке проектно-сметной документации уже приступили. И в следующем году начнется строительство. Я думаю, благодаря главе государства мы в наших городах, шахтерских, металлургах, Караганде, Тимиртау и других городах, мы решим наиболее важные социальные вопросы. Ну, теперь я предлагаю перейти к подписанию мемориона. Спасибо. Это впервые за 8 лет. В Караганде провели 30-ю отчетно-выборную партийную конференцию областного филиала партии «Нур-Отан». На конференции поднимались вопросы развития содержания малого и среднего бизнеса, молодежной политики и реализации инициативных проектов партии. Мероприятие прошло с участием Акима Карагандинской области Ирлана Кушанова. Партийная конференция стартовала с доклада председателя областного филиала партии Акима области Ирлана Кушанова. В своем выступлении глава региона озвучил цель, поставленную на ближайшие годы. Необходимо трансформировать нашу организацию в партию конкретных дел, заявил Ирлан Кушанов. Что это означает? Все просто от слов к делу. Пора переходить на современные методы управления, проектный менеджмент. В партии разработаны и инициировано 20 проектов, которые должны осовременить саму идею партии, показать ее деятельность, ее пользу обычным людям. На сегодняшний день в составе областной партийной организации 22 территориальных филиала. Насчитывается 525 первичных партийных организаций. С каждым годом растет число партийцев. Но РОТА на протяжении долгих лет служит механизмом реализации государственной политики главы государства. Сегодня одним из направлений деятельности партии является контроль над реализацией госпрограмм в регионе. На сегодняшний день результатами нашей работы являются выполнено 126 рекомендаций, это 82%, остальные находятся в рабочем процессе. Трудоустроено с центра занятости 53 человека. Реанимировано три объекта, восстановлено ограждение, возобновлена работа службы безопасности. Оперативно организованы пешеходные переходы с разметками и дорожными знаками в сданных крупно населенных жилищных комплексах. Сегодня карагандинским филиалом партии осуществляется объемная работа в различных сферах. По области открываются IT-классы, принимаются меры для развития малого-среднего бизнеса, открываются новые возможности для молодежи. Ерлан Кошанов подчеркнул, что доверие народа к партии Нур-Отан по-прежнему велико. Примечательно, что за последние два года в общественную приемную филиала поступило более 12 тысяч обращений от граждан. 70% из них нашли незамедлительные решения, остальные 30% были переданы местным органам власти. Торжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Массовое отравление произошло в Карагандинской области. С 22 по 24 октября в Абайе за медицинской помощью обратились 12 человек с жалобами на пищевое отравление после посещения донерной. Среди пострадавших – один ребенок. Горожане жаловались на тошноту, головную боль, проблемы с кишечником. Врачи поставили диагноз – острая кишечная инфекция. Из 12 обратившихся было принято решение госпитализировать девятерых. Их поместили в областную инфекционную больницу. Все пострадавшие сообщили о том, что ели донеры в одном из заведений города. Среди отравившихся двое подростков – один ребенок и беременная женщина. Также у нас один пациент, еще один, десятый, можно сказать, он находится в центральной больнице района Абайского района. Всем им оказана медицинская помощь, все обследования им проведены. Предварительный анализ – это острая кишечная инфекция. Департамент охраны общественного здоровья вынес постановление о проведении санитарно-эпидемиологических мероприятий и временном отстранении сотрудника донерной от работы. Определен круг контактных лиц, за которыми установлено медицинское наблюдение. Направлены письма в районный Акимат, прокуратуру, управление ПУЧС, УВД Абайского района. Состояние госпитализированных жителей Абая оценивается как удовлетворительное. Андрей Тензис, Улан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. К другим новостям. Запасы угля на складах теплостанции превышают нормативы. На сегодняшний день Карагандинская область отгрузила более 22 миллионов тонн угля. Об этом в ходе брифинга на площадке региональной службы коммуникации рассказал руководитель регионального филиала КТЖ «Грузовые перевозки» Марат Ибраев. По карагандинскому отделению погрузка угля с начала года составила 22 миллиона 261 тысячу тонн. Удалось обеспечить твердым топливом и другие регионы Казахстана, и социально значимые объекты Карагандинской области. Внушительные запасы имеются и на складах теплоэлектростанции. К отобительному сезону, по состоянию на 23 октября этого года, на складах ТЭЦ создан запас угля 2-3 раза превышающий установленные минно-энерго нормативы. В настоящее время в регионе действует штаб о перевозке угля, которая осуществляет контроль и мониторинг работы по отгрузке. Это включает в себя прием заявок, выполнение оборота вагонов и мониторинг остатков запаса твердого топлива. Марат Ибраев отметил, что перевозка социально значимых грузов находится на особом контроле. Приняты меры для профилактики хищений. Мы общими усилиями, это СЖДО, особенно отгрузку угля Шубаркуля, были попытки хищения, но благодаря общими усилиями мы по Козложару и от Козложара до ЖРК включительно, везде, на всех станциях и разъездах расставлены работники ВЖДО. В смене работают по два человека, тем самым на сегодняшний день хищения угля в таких фактах не поступало. В завершении брифинга руководитель карагандинского филиала компании «Казахстан-Семержолы Грузовые Перевозки» подчеркнул, что все возникающие вопросы решаются оперативно, благодаря содействию местных исполнительных органов. Тухжан Лянова, Жаслан Бакулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде проходит ежегодный конкурс среди школьников Тулгатану. В этом году учащиеся 15 школ города представили свои проекты, посвященные изучению жизни наших именитых земляков. Работы учащихся оценивали преподаватели Каргу, а также специалисты отдела образования и фериала Центра повышения квалификации УРЛЮ. Конкурс Тулгатану третий год подряд собирает юных исследователей Караганды. В нем принимают участие ученики с 5 по 9 классы. Школьники презентуют свои работы, посвященные родному краю, известным личностям и героям нашего времени. Многие признали, что участвуют не в первый раз. Я участвую в конкурсе Тулгатану уже второй год. В прошлом году я участвовала одна и представляла проект старейшего учителя города Караганды. А в этом году я участвую со своим одноклассником и мы представляем проект о СНЦе Калинин Валерий Васильевич. Ну, самое главное не победа, а участие, поэтому я хочу получить удовольствие от этого. Школа номер 76 имени Алихана Букиханова бессменная локация данного конкурса. Педагоги с гордостью отмечают, что с каждым годом количество участников увеличивается, а уровень их подготовки не может не радовать. Уровень с каждым годом растет. Мы это видим, их показатели. Мы надеемся, что этот раз тоже будет показывать свои свежения, свои разносторонности, свои знания. Специалисты отдела образования подчеркивают значимую роль подобных конкурсов в духовно-нравственном воспитании молодого поколения. Ведь успешное будущее нации зависит от того, насколько ее представители знают свои корни, почитают традиции и историю народа. И учитывая традицию данного конкурса и его трехлетний опыт в текущем учебном году, организаторы конкурса решили обобщить исследовательскую работу прошлых лет для составления интерактивной карты святых мест Карагандинской области. А также планируем сборник в электронном варианте, книга памяти с воспоминаниями, историями известных людей, аксакалов, деятелей, внесших вклад в развитие нашего региона. Всего в конкурсе краеведческих проектов приняли участие более 60 учеников из 15 школ города. В завершении мероприятия лучших по трем направлениям наградили грамотами и призами. Организаторы убеждены, что такой конкурс поможет взрастить плеяду выдающихся ученых, которые внесут вклад в исследование родного края. Карагандинский хоровой ансамбль «Куис Курген Дир» стал победителем республиканского конкурса «Унир Ле Ель Де Гу Ресе». Коллектив был признан лучшим в номинациях «Хоровое» и «Сольное пение». Радость и гордость в глазах участников творческого коллектива. И это неудивительно, поскольку это первая крупная победа карагандинского хорового ансамбля «Куис Курген Дир». В республиканском конкурсе, который ежегодно проходит в Алматы, участие приняли 10 хоровых коллективов и свыше 30 солистов из 9 областей страны. Карагандинцы были удостоены не только первых мест, но и главного гран-при. Руководитель Дворца культуры Горняков наградил каждого участника. Участники в один голос твердят – победа общая. Вклад каждого бесценен. Обладатель гран-при в номинации «Сольное пение» Хамид Кургбаев поделился своими впечатлениями о конкурсе. Было много участников. Член жюри Сулушаш Нурмагомбетова особо отметила профессионализм нашего ансамбля. И это действительно так. Каждый участник тщательно готовился к конкурсу. Тем не менее, страх и беспокойство не оставляли нас, поскольку мы впервые выступали на таком уровне. Но, выйдя на сцену, мы собрались духом и выступили блестяще. Огромная ответственность лежала не только на самих участниках, но и на хормистре. Дана Сатаева руководит ансамблем «Койскургинзер» более восьми лет. Она поделилась дальнейшими планами коллектива. «Теперь планы у нас, такие планы, как вырасти репертуар, чтобы был более профессиональным, стремиться к лучшему. Для нас это был огромный шаг съездить на конкурс и для себя утвердиться, что мы можем, работаем в правильном направлении. Огромное спасибо». Созерцание, пробуждение души, творение – оно в каждом из нас. У искусства нет возрастных ограничений, ведь важнее всего быть молодым в душе. Есть такая профессия – родину защищать. В Караганде 168 кадетов, вдохновившись романтикой и полицейской службой, решили выбрать себе эту нелегкую профессию. В спортивном комплексе «Жастар» будущие стражи порядка в торжественной обстановке присягнули на верность родине. Клятву на верность стране у будущих полицейских принимали их старшие коллеги. В присутствии руководства школы, родителей и многочисленных гостей кадеты поклялись верно чтить традиции своих старших товарищей, стоящих на страже закона. Как глава государства в своем послании сказал, следующий год – это год молодежи, поэтому это тоже какой-то эффект имеет. Я думаю, вот такое мероприятие будем проводить дальше. Я уверен, что из молодежи, вот сейчас как-то из школы, многие изъявили желание, работают органы, которые делают. Для гостей кадеты продемонстрировали свои навыки владения автоматом Калашникова. Также вниманию зрителей было представлено дефиле с оружием. А кадеты-барабанщики поразили слушателей своим невероятным звучанием. Защищать родину – главная цель этих мальчишек и девчонок, которые совсем юными осознали свою ответственность за спокойствие казахстанцев. Я хочу защищать свою родину, и я люблю свою родину, поэтому я поступил в кадеты. Я слышала о таком батырье каком-то, и я хочу стать таким, как он. Стоит напомнить, первые кадетские классы полицейской направленности были созданы в 2007 году. Юные полицейские настроены дисциплинированно и с честью носить имя кадета. Бесспорное принятие присяги – это новое начало на их нелегком, но благородном жизненном пути. Мульдир Жакан, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Сауломстар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова